Хасанский район сильнее других пострадал от тайфунов в августе. Здесь действовал режим ЧС. На ликвидацию последствий стихии муниципалитет получил 130 миллионов рублей. Олег Кожемяка побывал у дома номер 8 по улице Советская в Безверхово. Из-за схода селий здесь были повреждены подъезд и несколько квартир первого этажа. Сейчас продолжается ремонт дома и пострадавших помещений. Ведется благоустройство территорий и строительство подпорной стены. После предыдущего визита главы региона администрация района ускорила темпы работ и устранила все недочеты, названные местными жителями. По дому я вижу, работы идут в графике. Каких-то отклонений нет. Думаю, что в конце октября, начале ноября уже квартиры будут сданы. Также и то, что касается этой насыпи, есть здесь некоторые проектные решения и по водоотведению, и по укреплению этой стенки. Я думаю, что в соответствии с проектами они будут выполнены. Периодически избываем, смотрим. И самое главное, что люди будут уверены, что они от следующих наводнений должны быть защищены. Сейчас в Безверхово ведутся работы и по дорогам. Подключился Примавтодор. На следующий год в план включат асфальтирование центральных улиц, а за 2-3 года завершат ремонт дорог по всему селу. Также губернатор посетил проблемный дом номер 26 по улице Янковского. В здании отсутствует централизованное водоснабжение. Нет энергоснабжения. Глава края поручил в ближайшее время все исправить. Безусловно, необходимо сделать электроразводку, которая не менялась с 84-го года. Необходимо сделать водопровод. Сегодня люди воду подают на второй этаж путем приспособленных насосов. Люди пожилые проживают там. Те, кто раньше работал за старт. Поэтому, конечно, сейчас дадим поручение главе района, чтобы он заключил соответствующий контракт и приведет этот порядок. Еще один социально важный объект, который восстанавливает после ЧС – Хасанская районная больница. Здесь реконструируют подъездные пути. Ремонт больницы уже начат и будет завершен до конца года. На эти цели из краевого бюджета было направлено около 25 миллионов рублей. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом.